Придется подстраховаться. Следующую навигацию в республике будут планировать иначе. Основной объем грузов должен прийтись на ее первую половину. Рисковать никто не хочет. С середины лета река опять может обмелеть. Что придется поменять в логистике работы подразделений компании «Алроса»? Об этом расскажут наши коллеги. Завозить товарно-материальные ценности для полноценного обеспечения северных городов и работы предприятий нужно в самом начале навигации. К этому решению последние три года подталкивает нестабильная обстановка на реке. Когда в разгар лета, в июле-августе, самое время везти груз, флот и портовые работники простаивают. Знают проблему не только на местах. Глава республики Егор Борисов на встрече с населением в Мирном заверил. Федеральный центр в курсе. А республика намерена требовать увеличения финансирования для дноглубительных работ Верховья Хлены. Цель – обеспечить гарантированный метр семьдесят для нормального судоходства. К сожалению, сегодня возможности бюджета Российской Федерации обеспечить таких объемов нет, потому что это федеральные полномочия, это не республика. Поэтому мы сегодня имеем право ставить перед федеральным правительством. И мы все-таки будем делать все возможное, чтобы в Верховьях хотя бы километров 200-300 создать условия гарантированной глубины. Но рисковать нам не стоит, поэтому насколько возможно объемы надо сместить с августа на июль месяц. Опережающую поставку груза в первую перевалочную точку Усть-Кутское отделение ОМТС уже сейчас рассматривает специальная комиссия в акционерной компании «Алроса». В координационном центре компании в Ленске уверены, сместить основные объемы на начало навигации возможно. Весь вопрос в том, когда законтрактуется этот груз, чтобы он вовремя поступил до начала навигации, был скомплектован в Усть-Кутском отделении ОМТС, чтобы было что везти. Потому что сейчас складывается ситуация, начало навигации мы работаем, потом доблестно простаивает речной порт у нас с июля месяца ориентировочно. Привезти весь груз в начале навигации, конечно, не получится. Понадобятся и большие суммы на закупку товаров и ресурсов, и четко продуманная логистика. Снабженцам компанию за зиму, весну, еще до начала навигации нужно будет накопить груз, разместить его на причалах Осетрова и с начала навигации в режиме нон-стоп отгружать. Возможности портов нужно тоже понимать, движение судов. Мы тоже все прекрасно знаем, что судно за день, за два никуда не доходит. На кругорейс обычно на неделю уходит до Усть-Кута. Мы совершенно согласны, что даже и готовы пересматривать, и готовы перестраивать свои внутренние производственные программы под более сжатые сроки. Навигацию 2017 года планируют уже сейчас, но куда ближе зимник. С учетом оставшегося в Усть-Куте груза машины «Алмаз-Дуртранса» перевезут почти 10 тысяч тонн. Олеся Васева, Руслан Кириллов, Михаил Сенаторов, телеканал «Алмазный край».